И сегодня мы поговорим о том, как преодолевать страхи и тревоги. Я дам очень классное упражнение, которое я пользуюсь сам, которое я часто использую в психотерапии. И это упражнение много раз доказало свою эффективность. Почему именно сегодня такая тема? Наверное, не секрет. У людей повышенная тревожность, очень сильный страх. Он не безусловательный, но, тем не менее, страх тоже дело неприятное. И вот мы поговорим, как его снизить. Благодаря этому упражнению, надеюсь, он у вас снизится максимально. Кроме того, это упражнение вы сможете использовать и в любых других случаях, когда появляется некий страх или какая-то тревожность. Но прежде чем мы перейдем к упражнению, я расскажу немножко про коронавирус. Я не буду рассказывать слишком подробно. Но то есть, что я узнал о нем, коронавирус – это некая такая вот штука, такой вот такой шарик, у которого есть такие ключики. Вот почему он называется короной, потому что он внешне похож на корону. И вот эти вот, такие у него есть ключики, зацепочки, крючочки, благодаря которым он может обманывать наш организм. Для чего он это делает? Сам коронавирус не может сам себя воспроизводить. Для воспроизводства, для размножения вирусу необходимы протеины. У вирусов протеинов нет. И что делает вирус, попадая в наше тело? Он благодаря вот этим вот ключикам. А ключик очень у него универсальный. Он может практически открывать любой замок. И как только он попадает в наше тело, он обманывает наш иммунитет. Он будто бы троянский конь. Он открывает своим ключиком наш замок. Таким образом сообщает нашему организму, я свой, я не враг. То есть, такое притворство. Вирус очень хитрый, он притворяется своим. Он открывает замочек, он попадает в наше тело. И что происходит в этот момент? Он начинает заставлять наше тело производить протеины не для нас, не для нашего роста и развития, а для своего. То есть, фактически, это паразит, который умеет управлять нашим телом. И он заставляет наше тело производить больше и больше протеинов, в которые он встраивает свои ДНК. И таким образом мы становимся машинами по производству новых вирусов. Вирус очень умный, вирус очень хитрый. И вирус действует через обман. Он может обмануть наш иммунитет и он может обмануть наше тело. И поэтому, если брать с точки зрения психосоматики вирусного заболевания и коронавируса, то это психосоматика обмана, самообмана. То есть, обманывайте меня, ибо я обманываться рад. Вот это вот девиз этого психосоматического заболевания. Смотреть на вещи и на ситуацию, чтобы не попасть в иллюзию обмана. Что может быть иллюзией обмана сегодня? Ну, например, такое утверждение, что вируса нет. Или, например, такое убеждение, что это все какая-то теория заговора. Или самообман, что я никогда не заражусь. Ну, то есть, не подвергаю себя вредному риску. Ну, то есть, любые формы самообмана, они открывают нас для вируса, для атаки вирусов. Поэтому, ребята, не обманывайте себя. Вирус – дело серьезное, а обман вам не на руку. И, соответственно, что же мы можем сделать, чтобы защитить себя от вируса? Я обещал упражнение, чем и готов с вами поделиться. Итак, это упражнение, оно будет немножечко такое, ну, вот с позиции веры. Оно очень хорошо подойдет для людей, которые верят в Бога, верующих людей. Я верующий человек, я верю в Бога, верю, что его защита, она всегда рядом, он всегда меня защищает. И при этом это не исключает мою личную ответственность. Если вы не верите в Бога, ну, что ж, вы можете использовать такие слова, как подсознание. Вы можете использовать то слово, во что вы верите. Ну, я верю в Бога, и я верю, что это упражнение именно поэтому и работает. Итак, что вам нужно сделать? Первое, шаг номер один, закрыть глаза, расслабиться и положить одну руку себе на сердце, вторую на живот и сказать следующие слова. Божественный свет внутри меня творит чудеса здесь и сейчас и сделает вдох и выдох. Следующее, божественная любовь внутри меня, исцеляет меня здесь и сейчас. Сделайте вдох и выдох. Следующее, божественный щит вокруг меня, защищает меня здесь и сейчас. И сделали вдох и выдох. Продолжаем. Скажите, Господи, наполни мои мысли своей божественной истиной. Господи, наполни мое сердце своей божественной истиной. Господи, наполни мое тело своей божественной истиной. И представьте, как вот эта божественная истина, божественный свет, он будто бы опускается на вас, и он как будто бы создаёт вокруг вас такой некий защитный кокон, и вы под защитой Бога. Теперь представьте, что будто бы Бог надевает на вас божественную мантию, такую вот божественную мантию, которая защищает вас от всех опасностей. И теперь представьте, как будто бы вы идёте по горам, случается обвал, но камни не причиняют вам никакого вреда. Вы можете представить, будто бы они летят сквозь вас, или просто минуют вас, потому что на вас мантия Бога, вы под божественной защитой. Божественный свет и божественная истина вас защищают и делают абсолютно невредимыми, целыми и неуязвимыми. Точно так же представьте себе следующую сцену, будто бы вы идёте по полю боя, пули, пушки, грохот, но вы под абсолютной божественной защитой. Ничто не может причинить вам вреда. На вас мантия Бога, которая делает вас абсолютно неуязвимыми, абсолютно защищёнными, абсолютно сильными, и вы легко проходите сквозь поле боя. Абсолютно неуязвимы. Делаете вдох, выдох, следующая асена. Представьте, что вы встречаетесь с врагом. Он говорит у вас плохие слова, он вас обзывает, он пытается каким-то образом вам навредить, но на вас надета мантия Бога. Вы легко преодолеваете любые его проделки, любые препятствия. Ничто из его слов или действий не может причинить вам никакого вреда. Вы под абсолютной божественной защитой. На вас надета мантия Бога. Вы неуязвимы. Ну и точно так же представьте, что вы идёте по улицам, по улицам города, в котором вы живёте. Я живу в Киеве. Вы находитесь дома. Вы спите в своих кроватях. Вы просыпаетесь. Вы делаете свои дела. На вас надета мантия Бога. Вы невредимы, неуязвимы. Вы под абсолютной божественной защитой. И точно так же скажите, я под абсолютной божественной защитой. Божественный свет, божественная любовь и божественная мудрость защищает меня прямо здесь и прямо сейчас. Такова моя воля. Так будет. И сделайте приятный вдох-выдох. Мысленно поблагодарите Бога. Поблагодарите своё подсознание. Это ваша работа, работа вашего воображения. И можете открывать глаза. Ну что, друзья, как вам упражнение? Надеюсь, оно вам понравилось. Потому что мне оно очень нравится. Точно так же божественную мантию можно надевать на своих родных и близких. Можно надеть божественную мантию, которая делает человека неуязвимым, на своего ребёнка, на своих родителей, жён, мужей, вообще на кого угодно. Представьте, как ваш близкий, Бог накрывает его своей божественной мантией защиты. И ваш близкий становится сильным, крепким. У него всё хорошо. Бог его защищает. Вот такое вот упражнение, друзья. Если вам понравилось, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, можете написать мне комментарии. Кстати, у меня есть очень прикольная, хорошая книга «Страхи, тревоги, фобии». Её можно найти в Google, в Google Books, на Литрес, в магазине Озон. Ну, вообще, практически во всех книжных, в магазинах электронных книг она есть. Она называется «Страхи, тревоги, фобии». Артём Фёдоров. В этой книге вы можете найти много классных, крутых техник, моих комментариев, моего мнения, из моего опыта, опыта моей работы, как справиться с такими неприятными состояниями. И что же с ними делать? Стоит она недорого, кстати. Очень-очень дёшево, не больше, чем чашка кофе на улице. Но ценность этой книги очень велика. Поэтому, друзья, читайте мои книги, смотрите мои видео, подписывайтесь на мой YouTube-канал, в мою Facebook-страничку. Ну и до новых встреч. Всем удачи, всем крепкого здоровья, смелости и мужества. Всем пока-пока.